Всем привет, дорогие друзья! С вами Вилноу, и в этом видео расскажу вам о том, что происходит в мире World of Warcraft и Blizzard Entertainment. Но перед этим всходу, как всегда, таймовички! Таймовички — это когда Личкин выходит очень скоро. И это невероятные ощущения по этому всходу. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах, которые проходят каждый день с 12 до 14 и с 18 до 20 по московскому времени. Оставьте свои комментарии, что вы думаете по данному поводу. Итак, ребяточки, с чего мы начнем? Личкин анонсировали 27 сентября в час ночи. То есть, получается, если 26 не лечь спать, а подождать целый час и начнется 27, то у нас будет час ночи и старт Личкин, и можно будет врываться по московскому времени. И, конечно же, это не просто так. А конкретно можно ворваться с пропуском в темный фортал. Ну, извините, в смысле, там какое-то будет другое название. Делюкс издания Личкинг, где можно будет получить всякие косметические предметы и повышение персонажа до 70 уровня. Люблю Близзардов. Монетизируем, 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 монетизируем. Невероятные ощущения для этого я испытываю. И, соответственно, они тоже. Пока неизвестно, что там будет за это даваться. Но сама суть Deluxe Edition, как бы она была вполне себе очевидна. Вслед за этой новостью, очевидно, Близзарды анонсировали и дали всем веселые приключения. 50% опыта в БК вроде как начало действовать. Поэтому заходите, смотрите и 50% опыта в БК, чтобы могли сами докачаться, не покупать в Deluxe изданиях, которые, скорее всего, можно будет купить через Battle.net или нет. Не знаю. Ну, может где-то и будут какие-то ключики, ребяточки. А также они врубили автоматически вместе с этим, ребяточки, антибустинг ограничения. Что это значит? Это вот, знаете, сейчас начнется целых вот это и следующая новость под названием Близзарды по схеме 975. Блин, боже мой. Во-первых, они что сделали? В Стратхольме стройативники применяют к паладинам сбивание с ног, прежде чем эффект пробивает защитные зелья и даже божественный щит пробивает теперь. Теперь в Марадоне все мобы телепортируются к магу сразу и не восприимчиво к замедлению. Значит, в общем-то, теперь противники в ног в измерии, да, вот просто телепортируются. И, короче, как многие выяснили люди, да, вот эти вот всякие фиксы, замедления и так далее, работают вообще везде. Это вот я рассказал про те самые основные, где какая-то ситуация происходит, да, вот это бустинг прокачка, убийство там паков мобов за мага, который ледяной дождь свой дает за медлом туда-сюда прыгает. В общем-то, вот эта вся возня, ребяточки, у нас пошла везде. Везде люди заанонсировали, везде все не работает, везде проблемы с этим кайтом. Типа 30 секунд покайтил, все, уже нельзя кайтить, уже мобы идут бить твое лицо и так далее и тому подобное. То есть, конечно же, люди начали жаловаться. Конечно же, все начали жаловаться. Ну, а Blizzard'ам что? Плевать. Потому что они дух классики. Дух классики, но влезем в игровой процесс, да. Влезем в игровой процесс. В целом это, ну, нормальное решение, нормальное решение, да. Ну, правда, есть иное решение этой проблемы, да. То есть, например, можно было бы какое-то там ограничение левелов сделать. Типа, если до 5 левелов, не знаю, выше, типа, персонаж, то опыт союзники его не получают. Если он в пати. Ну, например, вот так. При этом не фиксив саму игровую механику, мобы телепортируются. Нельзя кайтить люди, которые играют в классики, которые... Эх, помню, в подземелье идем. Помните эти истории? В подземелье идем, одному там надо овцу, дай другому корни. Этого мы замедляем, бьем 100 лет. Вот, давай, давай, Близзарды. Ну, как бы, что, бустишь, получается. Бустишь, получается. Все, нельзя этого делать. Не разрешаем. Ну, 50% опыта. Початься нужно, если что, качаться. По квестам. По квестам. Иди квесты делай. Судя по всему, Близзарды хотят так видеть это все. Хотя все люди в мире любят качаться в подземельях. Потому что это АФК. Зашел, прошел, вышел. Ну, это, как бы, да, в нормальном World Warcraft'е. Не в классике, который просто так зашел, вышел, не получится. А просто спокойно прокачиваешь. Прокачиваешь. Прокачиваешь уже всем надоело. Не нравится никому прокачивать персонажа. Именно вот левел, да. Это, ну, скучно, утомительно. И в основном обременяет. По крайней мере, во второй раз уже. В первый раз там сюжет. Интересно смотришь. А второй раз уже страдание. Во второй раз, ребяточки, уже страдание. И тут вот прострадание. Битва за озеро Лихаков будет в Ричкинге, вашим любимым. Будет превращена в эпическое поле боя во врачу за Ричкинг. То есть, что это такое значит, да? Это значит, во-первых, когда начинаться будет, вот, все будет типа так же, как было до этого. Но, когда будет начинаться битва, будет всем подаваться зов и типа на вступление. Вступаешь, не вступаешь. Вы вступаете, но при этом это уже не открытая зона, а именно, что телепортирует, как на Альтерак. Альтерак, и, соответственно, вы там деретесь, да? Притом, цитирую. Станет закрытым по любой Альтеракской долине, как Альтерак, и, вместо боевой области, открытым будет ба-ба-ба. Альтерак совершенно не поддерживает. Оригинальная битва за озеро Лихаков совершенно не поддерживает обе эти системы в плане механик. А конкретно вот эти вот системы, самобалансирующие копии игрок-миров, позволяют переживать большинный пол игроков слои их вонючие, да? О боже, у меня психологическая травма от этих слоев, ребяточки. То есть, Близзарды создали слои, чтобы все люди могли играть на конкретно одном сервере. И типа, когда очень много наплывов, то типа не лагало, да? Не лагало, не было проблем и так далее и тому подобное. И из-за этих слоев они не могут именно сделать Ола. Ну, очевидно, потому что не можешь идти Ола, и там половина противников появится, половина исчезнет. Ну, типа вот это, да? Вот это очень классно сделано. Ну, вообще, я считаю это, ну, нормально. Вот, нормально. Вот, как раз сервер. Боже мой, как меня бесят эти слои. То есть, они есть, да? И все равно я понимаю, что мне в Пламегоре надо 500 часов будет стоять в очереди. И зачем мне, ну, играть на Пламегоре, правильно? А играть на Валиком сервере тоже зачем? Брось бы идти уже сразу, как все делают на европейский сервак. Потому что это, ну, бесит. Близзарды и дети какую-то сделали с этими слоями. И очень ей гордятся, и при этом сидят, и игровые механики меняют. Я вот возбужден про Ола, да? Потому что Ола мне очень нравилась, когда я играл в Личкинг. Я был ПВПшником. Мне это все очень нравилось. Вот это Озеро Длинных Оков и так далее. А тут они, оп, и уже такое. И, ну, это, ребят, это еще не все. Каждые часа игроки на Озеро Длинных Ов и в Долоране будут получать оповещения о том, что битва за Озеро Длинных Ов может начнется. Первый получит приглашение войти на поле сразу, а вторым придется обратиться специалисту к специальному НИПу в городе. Ну, типа, зарегаться. После принятия приглашения участники будут перенесены на поле боя, и через некоторое время сражение начнется. А теперь вот та самая топовая часть. В бою будут участвовать рейды с максимумом 40 человек. Сражение начнется, даже если одна команда будет малочисленна. Например, 5 игроков Альянса будут против 40 игроков Орды. Малочисленные игроки получат эффект упорства, значительно повышающих мощь вплоть до случаев, когда каждый игрок, по сути, становится рейдовым боссом. Это позволит сбалансировать бой. Next Door? Видимо, бой Next Door поможет сбалансировать. И избежать долгих очередей для многочисленных фракций. Что особенно важно, с учетом периодического проведения поля боя. Боже мой! Как вам, ребята, такая пререгатива? 2.40, а там чел бегает, у него 3 миллиарда хп, и вас ваншотит с автоатаки. Вот. Это классно. Я считаю, что это, ну, правильное решение Близзарды. Да, то есть, правильно. Ну, это я считаю, правильно. Нет, я считаю, правильно. Так оно и должно быть. А, казалось бы, Кроссервер. Не, 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 Рома, не выдумай. Кроссервер, это что? Это не дух классики. Это не дух классики. Дух классики, ребят. Ну, наслаждаемся духом классики, который Близзарды каждые 5 минут фиксят, исправляют, меняют и так далее. Они даже не могут старый контент выпустить качественно. Они даже старый контент выпускают, ну, непонятным образом. Мне лично на это всегда смешно, потому что они сидят и вот, как в том меме, когда парень едет на велосипеде, такой, ух ты, палка, и в колесо засовывает. Что-то упал, странно. Такая же хрена тень происходит с Близзардами. Ну, да ладно, ребят, посмеялись над Личкингом, а теперь смеемся над Актуалом. Теперь у нас будет известно, что, очевидно, с униносной райды в первый месяц четвертого сезона будут меняться, очевидно, каждую неделю. И, соответственно, 3 августа у нас будет Замок Нафрия, 10-го Светилища Господства, а 17-го Гробница Предвечных. Соответственно, очевидный вопрос. Многие, наверное, психологически, эмоционально хотят себе задать. А вот с этого и предметы Гробница Предвечных можно будет получить только 17 августа. Получается, с новым илевелом, ну, естественно, еще там можно будет сундук недельный залутать, поменять там предмет в теории. То есть, там же, как вы знаете, вот этот вот судьбоносный рейд, что это? Это когда рейд конкретно становится на конкретной неделе именно рейдом, с которым можно выбить большого илевела шмотку конкретную. Да, то есть, например, если ты заходишь в Замка Нафрия с многожаемого Кельтаса выбить себе триньку на танка, которая не будет давать тебе большого илевела, то ты сможешь это сделать раз в месяц, попробовать. Обожаю, блин, близарды, эх, близарды. И однажды, однажды, неизвестно когда, но, скорее всего, когда уже будет близится выход припатча, там, адоны, потом будут все с судьбоносными рейдами в какой-то момент вроде как. Так что даже не знаю, сколько это будет длиться, но расписание есть до 7 октября. То есть, как минимум, почти два месяца у нас, ну, как месяц, ну, вот с лишним, будет у нас эта самая ротация происходить. Вот, так что очень интересно, конечно, нет. Озни, конечно, интересно, нет. Будем следить за ротациями и наслаждаться. Невероятная вещь. Сейчас для тех, кто боится спойлеров, что будет в припатче, ну, событий конкретно не сюжетных, а то, что как будто бы будем делать, убегите быстро с эфира или перемотайте. Потому что нас ждет, ребяточки, вторжение. Новый контент. Как бы тут это, знаете, анонсировать круто, как это круто анонсировать. Великие войны. Войны стихий призвали элементарей земли, чтобы опустошить Азерот. Надо спасти кратрун гора, бесплодные земли, северные степи и Тирисфальские леса. Могли бы просто, не знаю, вторжение устроить в океан, вот. Потому что тоже как-то плевать. Или, о, вайшир, о, там же типа есть, вайшир. Пускай вторжается, вот такие, только не вайшир. Боже мой, ой, Близзард, какие смешные. Ну, нахрена противнику вторгаться в Унгора, бесплодные земли, северные степи, Тирисфальские леса. Пара мужиков, живущие там в палатке, они такие, чего? Чего? Сидят там в шоке, НПСы. Какие еще вторжения? Нахрена? А вот в Штормград, не? А вот, а вот, а вот, как будто там, угромовой утес. А, ну, типа, луноцвет, как вам такое, да? Э, нет. Э, нет. Это как, недавно читал, они сказали, что мы бы сделали полеты в луноцветные локации, да, и в локации Дринеев. Но пока у нас не хватает на это сил сделать полеты в этих локациях. И если однажды сюжет туда приведет, мы сделаем полеты. Но, типа, сейчас у нас нет сил делать полеты в этих двух локациях. Ну, а тут, видимо, такая же ситуация. Нет сил сделать нормальное вторжение в нормальной локации, в которой действительно можно какую-то ценность допредставить. Ну, короче, вот элементали будут на нас нападать. Такие вот делишки, да, и потом еще какое-то там подземелье посетим, который в итоге, как я понял, будет нафиг нашим, нафиг, нашим мифик-ключом будет. Ну, да ладно. Ну, да ладно, ребяточки. Следующая информация невероятного масштаба, это сумка на пятая, пятая наша сумка, ребяточки, для профессий. И что это значит? То есть, во-первых, уважаемый разработчик сказал, что сумка будет глубоководная, и много будет в ней прям дырочек, ячейчик, да, куда вставлять. То есть, он сказал, ну, она прям не будет бесконечная, но прям будет достаточно обширная, чтобы туда вставлять все предметы профессий. То есть, это будет не просто сумка, типа, для кожевника, как она оказалась, да, это будет сумка вообще, в принципе, для всех профессий. Ну, насколько я понял, реагентов. Интересно, значит ли это то, что созданные предметы с профессий тоже там будут храниться? Если так, то это отличное место для хранения, там, еды, там, зелий, да, чтобы это не мешало. И, ребят, новость номер 9999. Спустя 18 лет разработки World of Warcraft Blizz Entertainment позволит нам, всем игрокам, объединить все сумки в одну большую сумку. О, это что? Получается, мы эволюционировать начали с Белизардами. Это что ж, они сейчас будут нормальные аддоны всякие добавлять внутрь игры. Да еще и нормально, да. Вот пытались в Кликуи добавить недавно, а получилось... Какая-то ситуация. Не так хорошо, как работает Кликуи. Кликуи работает лучше. Как ни странно. У него больше функций оказалось, да. Они добавили Кликуи в игру, но при этом не добавили все функции Кликуи. Почему объяснение засекречено? Объяснение засекречено очень сильно, да, как и тут вот. Почему сумку сделали, решили общий, огромный, только сейчас. 18 лет спустя, когда аддоном на объединение сумок пользовались уже с начала существования World of Warcraft, по ощущениям. Ну да ладно, ребятчики. Все услуги парикмахерской станут бесплатными в Dragonfly. И поэтому, если захочешь своей женщине, о, делосложению 2, сделать усы, много разных вариантов бороду, мужчинский, не мужчинский голос, пожалуйста. Ну как мужчинский, извините. Более такой, знаете, более такой грубый, там, баритон какой-то может быть. Не мужской. Мужской-то, о, что это такое за слова? Извините, такого нет больше. Мужчин и женщин больше не существует. Есть только телосложение 1 и телосложение 2. И бесплатная парикмахерская, чтобы эти телосложения бесконечно менять туда-сюда и бесплатно. Притом, невероятные ощущения, ребятчики. После гибели на Драконьих островах персонажа носят призрачные драконы с моделькой дракона, которые дают за предзаказ Dragonfly. И это приятно. Пускай носят нас после смерти. Причем сразу желательно, да? Никогда полеты, а типа прям понесли-понесли. Было бы неплохо, если честно, ребятчики. Ну да ладно. Драконь и облик драктиров появился в примерочный офф-хед. Да. И люди начали с ним уже экспериментировать, пытаться на него надевать трансмоги. Ну и типа самые сексуальные варианты можно видеть сбоку. Мне, в принципе, нравится, как это выглядит. Классно, стильно. Но, конечно же, все ноют на тему того, что у них слишком большие ноги. Скинь ступни, как говорится, сказали драктиру. И он их не хочет скидывать. Вот совершенно. Делись, где они хотят, чтобы ноги были у драктиров? Ну типа очень маленькими. Типа в два раза меньше или что? Непонятно. Ну да ладно. Мне кажется, в принципе, пропорции подходят. Не знаю, может чуть-чуть меньше разве что. Ну прям чуть-чуть меньше. А еще плюс они с броней кажутся больше. Так что даже не знаю. И вот, ребяточки, шоколад этого выпуска. Шоколад. В Dragonfly, на дракуих островах, игроков ожидает эффекты живого мира. Что это значит? Эффекты живого мира, это когда ты вот идешь, бабочки сидят. Ты мимо них пробежишь, они такие... Улетели, да? Ты дальше пробежал, они... Прилетели обратно, бабочки. Невероятные ощущения, да? Загадочность. Красиво. И так будет со светлячками. Эффекты светлячков заметили. Эффекты типа молний, типа которые будут при дожде, дождю бить в пол. Уже не просто там на фоне, а прям в пол перед тобой будут бить. Если бы еще и допейсили тебя, как в Геншин Импакт. Если в Геншин Импакте тебя бьет молния, то это ваншот практически. Или ваншот. Так что надо такую же молнию сделать, чтобы просто умереть от молнии. Это было бы, ну... А и ачивку можно за это дать. О, как я придумал. Надо в Blizzard устроиться и сделать там слои. И сделать там слои. И сделать Личкинг топовым опять. Топовым опять. Ну вот, короче, круто. Всякую эту вознюпу надобавляли. Это интересно. Посмотрим, много ли будет такого момента. Очень сильно на это надеюсь, что будет прям круто. Так вот живо в этих эффектах. Это, конечно, классно. Спустя 18 лет разработки игры. Типа игра становится более живой в этом плане. А также, ребяточки, добавили целых две новые луны. Если вы не знали, у Azeroth есть две луны. Они убрали старые и добавили две новые супер-мега-ультра-HD. Те ночи мы будем видеть супер-красивую голубую луну. Голубую луну и наслаждаться этой голубой луной. И получать невероятные ощущения. Так что будем ждать. Так что будем ждать, ребяточки. А еще любители удочки из Легиона наныли. И разработчики сказали, что у всех профессий будет ветка талантов. Оу, щ... Что? Что? Оу, что? То есть представьте себе. Значит, у ваших, ну, профессий будет аж несколько веток талантов. Которые вы сможете развивать. Которые помогут нам создавать предметы лучше. Там добавлять вдохновение. Вот эти вот все эффекты. Прокачки и так далее. Да? То есть интересно. Ну, наверное, интересно. Да? Только один минус, да? То есть на который, очевидно, Близзарды не обратили внимания, когда создавали легендарки в Драгон Флай. Они, наверное, совсем не поняли, что огромный процент людей. Ну, я так думаю, да? То есть, может, я не прав. Может, я не прав. Но мне что-то подсказывает. Когда люди заходили в игру, они здравомысленно ждали просто последнего левела легендарку и копили на нее. Потому что тратить деньги на первую, вторую, третью. Ну, кто это будет делать? Зачем это делать? Когда можно скрафтить себе, ну, или купить, сразу пятого левела шмотку, вставить на нужное количество пыли этого дерьма и погнали. И вот у тебя максимального и левела легендарка. То есть бесполезная система с рангами вещей. А тут, в свою очередь, нас ждет, ребяточки, аж пятиранговая система создания вещей всех вообще в игре. И трехранговое качество, собственно, руды и травы. Что автоматически сделает тот факт, что все, что будет до максимального ранга, бесполезным. То есть, зачем все это делать? Опять же, похоже на невероятного уровня костыль, который, типа, еще сильнее сделать так, что никому не нужна будет профессия. Что иронично, да? То есть, ну, смотрите. Когда мне приходили на стрим, спрашивали, а вот какая профессия? Я говорю, ну, вот можно легендарки крахить. Но сначала надо сделать 20 легендарок первого левела, 20 легендарок второго, 23-го, 4-го. И вот он уже открыл-то рецепты. И вот куда девать все эти реагенты, потраченные вот эти вот все заготовки, кто их будет покупать, с какой целью, непонятно. Единственное правильное решение в данной ситуации, как я считаю, это возможность использования этих штук хоть куда-нибудь. Хоть куда-нибудь, да хоть пожалуйста, хоть вот ты скрафтил меч первого ранга, и пускай он будет нужен для крафта меча второго ранга. Ну, я не знаю, ну вот хоть как-нибудь придумать использование, обоснование смысла более слабых рангом предметов. То есть, что автоматически в профессиях не имеет никакого значения. То есть, все по рангам, но все будут покупать только третьего ранга траву-руду, а все будут делать только пятого ранга. И то есть, профессии будут интересны только на старте. Только на старте, когда только все начнут их качать, будет прикольно, будет типа соревнования, кто быстрее докачает до нужного ранга. А вот приходит человек на 10.2, и что? И что он будет качать? Да ничего, потому что ему сейчас будет пройти миллиард рангов, и получается даже фармить траву-руду будет не так просто. А потому что он будет вынужден качать третий ранг. То есть, и получается, что первый-второй ранг будут бесполезные вещи, или что? Ох, хотел бы я понять, что придумать и решили Близзарды. Но, надеюсь, не то, что я говорю. Потому что, если не то, что я говорю, когда первый-второй ранг это useless, бесполезные предметы, которые никто никогда и незачем не будет покупать, потому что есть третьего ранга предметы, то получается, это даже Голдфарм немного подрезает на корню, из-за того, что людям придется не хуже, как в Лекионе, качать звездочки. То есть, ты формишь 100 Гризалиста с одной звездочкой, а спустя, не знаю, там 10 плюс часов, может быть, ты получаешь третью звездочку, и уже формишь нормально так Гризалиста в час. То есть, ну, ситуация. Какая-то ситуация, причем, ребяточки. Ну, и завершение такое, типа, спойлер, не спойлер. Спойлер, не спойлер, это когда появились у Датамайна какие-то интересные порталы, которые ведут нас в войну зыбучих песков, темная империя и революция пандаренов, и война гнолов, ребяточки. То есть, какие-то будут путешествия во времени у нас интересные, с каким-то, возможно, интересным сценарием. Вопрос лишь в том, что это будет из себя представлять, а главное, зачем, и что это будет давать. Ну, в любом случае, звучит интересно. Вот, будем надеяться на интересных сюжетных противников, какого-нибудь там, на здорово-дарнозму, который станет, либо Голокронда воскресят, да? Либо Голокронда воскресят, чтобы он такой, I wanna kick your ass, и пошел напинывать всем, да? Хотя это звучит очень реалистично, потому что, ну, а кого, если в аддоне под драконов, если не Голокронда воскрешать? Если что, это там, типа, один из самых сильных драконов, за все, что там может быть, размером примерно с половиной Азерота. Вот такого дракона я бы повесил себе на стену. Было бы неплохо, ребяточки. Я надеюсь, вам понравилось это видео, было максимально полезно. Так что, баг-баг-баг-баг-баг. Бу-у-у-а-у. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова